Я устроила марафон свиданий в Европе, когда я путешествовала с одним чемоданом. Бывало ли такое, что тебя называли меркантильной? Некоторые мужчины считают, что раз я зарабатываю, значит, мне тоже обязательно нужен мужчина, который тоже овер дофига зарабатывает. Мы, наверное, первое поколение женщин, которые могут позволить себе быть с мужчиной, потому что она его любит. Масик, я хочу участки. А ты помогла. Я вряд ли буду встречаться с таксистом. Но я же развиваюсь. Ну, сейчас большинство так и делает. Ну, это пиздец. Это просто красивая, тебе купили Porsche Cayenne. Да я бы хотела, но у меня что-то пока не получается. Ну, зато попа прикрыта. Как можно вдохновиться, чтобы купить квартиру за 80 миллионов? Дай бог, вот, вселенная. Зафиксируй, пожалуйста. То есть я в отношениях как-то вкладывалась в путешествие, не 50 на 50, но докидывала своих денег. Мне было неприятно это делать. Всем привет. Меня зовут Айгуль. И я приветствую вас на канале «Где правда». И на этом канале мы обсуждаем сложные темы, на которые есть несколько мнений. И сегодня у меня в гостях Анжела. Красавица, умница. Привет, Анжела. Да, всем привет. Анжела – предпринимательница, селлер, основательница, владельца собственного бренда «Нижнего белья». Да, я продаю в России женскую одежду на маркетплейсах и в Узбекистане. Занимаюсь этим более трёх лет. До этого сменила более 10-15 профессий, перепробовала очень много всего. Путешествую была в 27, по-моему, странах. Да, я помню, у тебя ещё есть факт в твоей биографии, что ты сходила на… Сколько там свиданий? Ой, очень много. Нет, расскажи, пожалуйста. Я устроила, да, я устроила марафон свиданий в Европе, когда я путешествовала с одним чемоданом, и в каждой новой стране ходила на новое свидание. Это был такой эксперимент. Очень интересно будет об этом говорить, но позже. Про менталитет мужчин и иностранцев у меня тоже есть своё определённое видение, но будет интересно послушать твой опыт. И сегодня я предлагаю тебе обсудить такую тему и начну с вопроса. Скажи, пожалуйста, бывало ли такое, что тебя называли меркантильной? Да, прилетает периодически в Инстаграме, особенно когда я рассказываю про путешествия или сколько можно тратить на отеле, или говорю о том, что вот сегодня утром я сходила на массаж, потом поработала, потом сходила на встречу, и вообще, что я не смотрю сейчас особо на цены. Ну слушай, но это же, наверное, не сколько про меркантильность, сколько про уровень жизни. А в каком контексте тебе именно от мужчин прилетает что-то меркантильное? Некоторые мужчины считают, что раз вот я зарабатываю, значит, мне тоже обязательно нужен мужчина, который тоже овер дофига зарабатывает, и что я прежде всего буду смотреть на финансовую сторону. Для них это меркантильность. А для тебя что такое меркантильность? Меркантильность для меня, наверное, это вообще странное слово, как-то я его в жизни никогда не использовала в свою сторону лично. Для меня это просто, знаешь, такие продажные отношения, продажные отношения не обязательно между мужчиной и женщиной, а в целом в отношениях, когда ты с человеком, потому что тебе что-то надо. С чего вообще мы с тобой подняли этот разговор? Недавно у Кати, одной предыдущей моей гостя, вышел интересный рилс на тему, которая вызвала много хейта. Там было о том, что сейчас мы, наверное, первое поколение женщин, которые могут позволить себе быть с мужчиной, потому что она его любит, а не потому, что ей негде жить, ей нужно обеспечить там быт. И как раньше вот, ну я немножко предыстория, да, про что это было. То есть раньше женщина была без прав особых, без возможности развиваться. Ей было тяжело ещё из-за того, что её задача чаще всего упиралась в воспитание детей, то есть рожая, воспитывая детей. И, соответственно, такая женщина была вынуждена оставаться с мужчиной, потому что ей негде жить с её детьми и, допустим, нет средств их содержать. Ну да, условно, куда я пойду. Да, куда я пойду. И вот как раз-таки в этом видео говорилось о том, что мы первое поколение женщин, которые могут быть мужчиной, не потому что ей негде жить, а потому что она его любит. И, конечно же, в комментариях насыпали нам резких слов мужчины, такие тюбики, которые высказывали мнение о том, что развелось сейчас тут этих псевдопсихологов, которые там говорят то, чего не знают. И ещё были такие формулировки, что типа... Ну, конечно, вот типа если ты сильная, самостоятельная, независимая, то ты будешь вынуждена быть одна, если ты выбираешь ещё мужчину. Ну, что-то вот в этом контексте, да? Да, слушай, меня тоже очень приятно было, на самом деле, именно такой Рилс увидеть, такие слова, потому что... Ну, у меня же есть мама, да, её сёстры, есть там мамины подруги. И я не могу сказать, что все эти женщины, я сейчас не говорю конкретно про каких-то людей, тотально были счастливы в браке. Я сто раз слышала ещё в детстве, не от мамы, а в целом от окружения, где они там сидели вместе, что ну куда я пойду? И, наверное, в том числе вот моя такая самостоятельность, которая ещё началась, на самом деле, в 17 лет. Я в 17 лет начала работать, и как бы у меня никогда не было такого, что я сидела такая... Масик, я хочу часики, я хочу... А ты бы могла, я думаю, да? Ты бы могла. Я бы могла, наверное, но я не умею так, потому что я видела ситуацию, что происходит вообще в семейных отношениях у людей, у там родителей моих подруг, и мне было страшно с самого детства оказаться в истории со зависимостью, что я буду сидеть, и мне будет плохо в браке условно, или плохо с человеком, но я не смогу уйти. Как прекрасно, что мы можем быть с человеком, потому что мы его любим, а не потому что нам некуда уйти с чемоданом. А если эту формулировку представить так, что как прекрасно, что мы можем быть с человеком, потому что мы его любим, а не потому что у него есть деньги? Абсолютно, конечно, тоже. Ты согласна, что если ты влюбишься, то ты можешь быть мужчиной, даже если он не зарабатывает Или зарабатывает меньше, чем ты Ну, зависит от контекста Всё-таки у меня были отношения Были до этого отношения условно Мы начинали встречаться, когда ни у него, ни у меня ничего не было Ну, то есть это мы прям, помню, 30 тысяч в месяц зарабатывали оба Он там был студентом вообще, стипендию 30, что-то такое получал И мы росли оба вместе параллельно Вот эта история, да, подходит И я не могу мерить мужчин по кошельку, по толщине кошелька Сейчас, получается, ты же всё равно уже достигла определённого уровня и качества своей жизни Ниже которого ты уже не спустишься А если в твою жизнь приходит мужчина, например, у которого, ну, грубо говоря, ничего нет Просто Вася, водитель дивана Ты в него, можешь ты в него вообще влюбиться? Я могу Но тогда я понимаю, какая у меня будет история У меня будет война моей головы и моего сердца И, скорее всего, всё-таки моя голова, она победит Но тут, опять же, понимаешь, всё зависит от ситуации Если это Вася, который лежит на диване И ничего в жизни больше не хочет И его устраивает работать с 9 до 6 Да, я могу и в него влюбиться на месяц, на два Но потом меня отпустит, потому что для меня очень важно рядом с человеком развиваться Чтобы мой мужчина, он развивался, он хотел что-то добиться в жизни Но если это будет человек, который меньше у меня зарабатывает Ну, понятно, что я вряд ли буду встречаться с таксистом Не в обиду, или там с работником завода Может быть, человек хороший Человек может быть хороший, но, опять же, мне важно, чтобы человек развивался Если таксист, он такой А если он книжки читает? Если он книжки читает Книжки — это всё прекрасно Это то же самое, что девушка будет лежать на диване, смотреть YouTube Саморазвиваться, качать матку, качать энергию Будет говорить, ну, я же развиваюсь Ну, сейчас большинство так и делает Ну, это пиздец Ну, согласись, это же как раз-таки модель женщин Женщину функция Ну, то есть она готова встречаться с мужчиной Чтобы получать от него определённые функции И давать ему свои функции То есть обычно вопрос такой каверзный Когда задаёшь девушкам, например, которые говорят Я хочу, чтобы мой мужчина там хорошо зарабатывал, развивался Был интересным, был активным Но если всё это перевести, то получается, что Для чего нужно, чтобы он хорошо развивал, зарабатывал? Чтобы обеспечивать мне жизнь Массаж, ноготочки Для чего нужно, чтобы он был активным, любил путешествовать Чтобы он возил меня путешествовать и развлекал Для чего нужно, чтобы он развивался Чтобы мне с ним было интересно, чтобы он инициировал, например, какие-то разговоры Чтобы он опять-таки же развлекал меня То есть всё это упирается в какую-то функцию, которую женщина ждёт от мужчины Ну да, тут вопрос, что она может дать сама Вот, вопрос опять, что может дать И здесь как бы другая сторона То есть я могу дать ему внимание, заботу, любовь, секс Но это всё тоже функции Абсолютно Ну, я не знаю, наверное, на этом и основаны отношения Что вы выполняете каждую какую-то роль Тут просто вопрос того, насколько вы готовы отдавать Вообще А что такое отдавать? Отдавать, я имею в виду Ну, всё же у нас на основе энергии, да Мы идём на спорт, мы получаем энергию Мы генерируем там энергию Приходим домой То есть на уровне гормонов Да, у нас есть, допустим, мужчины рядом Ну, такую ремарочку сделаю Я очень долго думала, что такое любовь И я для себя сформулировала такую фразу Любовь – это по утрам хотеть готовить завтрак для человека Именно хотеть Любовь – это когда ты хочешь делать приятное человеку Это когда ты хочешь дарить ему что-то Это когда ты смотришь на человека и думаешь Блин, а что я могу для него сделать? И это обоюдно Вот для меня вот это любовь И это как раз про отдавание По поводу женщин, которые, девушек, которые сидят и ждут принца на белом коне Это вообще сюр Я в это не верю Что можно быть просто красивой И появится тот самый мужчина, который мне всё закрывает Ну, подожди, у нас достаточно много таких семей Где там обеспечен мужчина и красивая девушка Ну, то есть это классика, по-моему, таких вот отношений Слушай, так получилось, что у меня нет в окружении ни одной содержанки Ни одной подруги, которая живёт за счёт мужчины Не то чтобы у меня сильные самодостаточные, но как-то у всех, знаешь, более плюс-минус гармонично построено Может быть, из-за того, что я не знаю такого мира, где ты просто красивая Да я бы хотела, но у меня что-то пока не получается Я просто тоже внесу комментарий Я в том году работала с женщиной И она, у неё был клуб для девочек, которых она учила общаться со статусными мужчинами, чтобы от них что-то получать Да это же манипуляция, это же, по сути, отношения, построенные на манипуляции Сколько они выдержат? Ну, зато попа прикрыта Ну, не знаю, типа... Я тебе просто сейчас скажу пример Вот, например, одной девушке вот так вот Они выстраивали вот эти вот схемы И мужчина подарил квартиру хамовников за 80 миллионов Ну, короче, мне, видимо, надо учиться идти к ней Ей уже даже было без разницы, что у них там дальше будет У неё квартира в Москве, в хорошем районе Ой, наверное, возможно, у меня слишком хорошее воспитание А ты бы хотела, например? Нет, я бы не хотела специально как-то так манипулировать мужчинами, мужчиной Чтобы он мне что-то... я не смогла В принципе, знаешь, у меня были отношения, где у меня мужчина очень хорошо зарабатывала Я ушла из отношений с двумя своими чемоданами Всё! Это как я туда пришла, так и ушла Ну, там, ладно, может быть, и сам... Дайсон подарил Вот за шесть лет отношений, как бы, Дайсон и то, а-ля после расставания Хочешь квартиру в хамовниках? Таким образом, нет, моя совесть будет грязна передо мной Ну, как бы... А, значит, у тебя совесть, да, тебя останавливает здесь? Ну, совесть... Я слишком люблю себя, наверное, чтобы продавать за это Ну, там же в чём ситуация, как бы, если чуть глубже пойти, то... Нельзя сказать, что это такой некий эскорт Это скорее выстраивание определённых отношений с мужчинами, когда мужчина... Эти девушки же, они не говорят в открытую, купи мне квартиру Они так себя ведут, они так дают ему такую энергию, чтобы он сам захотел им это дарить Ну, слушай, я согласна, что это круто, это имеет место быть, если это происходит органично А-ля, я вот такая классная, я встретила мужчину, и он настолько вдохновил со мной Хотя я не знаю, как можно вдохновиться, чтобы купить квартиру за 80 миллионов Дай бог, вот, вселенная, зафиксируй, пожалуйста Если это происходит органично, это нормально Слушай, как ты думаешь, что нужно, чтобы вдохновить мужчину на 80 миллионов? Я не знаю, не знаю Давай, мы через 5 лет с тобой увидимся, я надеюсь, что это произойдёт Мне кажется, Анжела быстрее сама купит квартиру Ну нет, ну нет, слушай, тоже есть, конечно, такая теория, что я там сильная, независимая и так далее Нет, естественно, я хочу мужчину рядом, я хочу заботы, я хочу тепла, поддержки, я хочу это давать И мне очень хотелось бы вместе достигать новых высот А? Если в съёмной квартире, например Что? Всё вот это, тепло, забота там Или всё-таки предполагается Слушай, учитывая то, что я себе купила сейчас квартиру, большую, классную, офигенную, съёмную, я уже больше никогда не хочу приезжать А готова, чтобы мужчина к тебе пришёл в жизнь? Но зато ты его любишь Думаю, больше нет, чем да Больше нет Это будет антисекси для мужчины, прежде всего, мне кажется Да, вот, кстати, ещё одна интересная тема тоже, мы с тобой её до этого зацепили По поводу того, какого мужчину выбирает успешная, реализованная женщина То есть, спустим, если Анжела, она красивая, молодая, успешная, у неё есть свой бизнес Она сама купила себе квартиру, машину, и вопрос прямой к тебе Какого мужчину рядом с собой ты вообще видишь? Нужны широкоплечья Этого достаточно На самом деле, я не могу, у меня нет списка, какого мужчину я вижу перед собой Хотя мне подруга говорит, Анжела, тебе нужно Я понимаю, что, наверное, надо Это сто процентов, и я мерю всё состояниями Я хочу приходить домой Я хочу хотеть готовить для него завтрак и ужин Для меня это вообще, знаешь, потому что я обленилась за год с большим свободой готовить Поэтому для меня это будет просто прорыв Хочу чувствовать заботу, поддержку, тепло, что я уже говорила Хочу понимать, что мужчине интересно развиваться Вот это самое важное, что ему не скучно жить Вот эти вот диванные лежаки, игроманы, алкоголики, люди, которые там просто по выходным И пишут комментарии Да, люди, которые тратят время на то, чтобы поносить других девушек, я не знаю Люди, которые тупо, знаешь, смотрят на обёртку Вот это всё мимо вообще То есть у меня есть точно минус Какого мужчины я точно не хочу видеть, сто процентов есть По поводу заработка, да, ты хочешь, скорее всего, спросить Вообще нет, ну скажи Не могу сказать, что он должен овермиллиардер быть Ну давай от Такой вопрос с Патриком Не знаю, я могу сказать, что я, если куда-то летаю, лечу в путешествие Я хочу остановиться в хороших отелях А ты хочешь, чтобы мужчина за тебя заплатил за это путешествие? Ну если мы встречаемся, конечно, мне приятнее намного, если мужчина это делает То есть я в отношениях как-то вкладывалась в путешествие Не 50 на 50, но докидывала своих денег Мне было неприятно это делать Ах, ты всё-таки меркантильная А можно, ну как угодно назовите, меркантильная, не меркантильная 100% я хочу видеть рядом с человеком, у которого есть вкус к жизни, стремление к жизни Потому что, как мне кажется, у мужчин всё просто У нас, у женщин тоже всё просто Если тебе интересно работать, если тебе интересно жить, тебе интересно двигаться Как ни крути, ты начнёшь хорошо зарабатывать Но если ты работаешь, если у тебя есть дисциплина, энергия, состояние, всё А вот смотри, скажи, а для чего тебе вот такой мужчина? Я хочу классных отношений, которые наполняют и меня, и его Всё просто Могут ли быть эти классные отношения, допустим, без путешествий, без дорогих подарков Без, ну допустим, ну каких-то финансовых вложений Ну допустим, у вас вот любовь, много тактильности, много вот такой вот понимания У меня чуть недавно такие не случились Ну судя по всему, так как они закончились, тебе такой вариант не очень, да, подходит? Нет, там вопрос не денег был, вопрос в том, что обещания и слова, и действия человека, они разнились Вот самое, вот мужчина может быть полезна, самое антисексуальное, антипривлекательное в мужчинах Это когда они не держат слово Это когда они разбрасываются словами и не действуют Можешь назвать сейчас, скажем так, вот на чашу весов такой же формулировку, фразу, но только по отношению к женщине Ну например, вот это вот антисекс для мужчин в поведении, а вот это антисекс в поведении женщины А можно вам материться? Я думаю, конечно Короче, ладно, не буду Я скажу так, потребительская оппозиция к жизни и к мужчинам Это тоже полный антисекс Это когда я красива, мне все должны Это, знаешь, это мужчины сразу считывают Вот как бы там не говорили, что красотки там что-то находят Но если внутри нет начинки, если нет вкусного внутри состояния Если нет энергии, какой бы ты красивой ни была, ты будешь красивой неделю Вот это антисексуально Ну вот смотри, опять-таки же, есть такие категории, например, красота, это плюс-минус категория понятная Потому что понятно, что вот если девушка красивая, она нравится многим мужчинам А если, допустим, есть категория такая, как внутреннее там содержание, её энергия, это очень такое зыбкое и непонятное Потому что, например, вот ты это воспринимаешь как такую некую, может быть, духовность, наполненность, ресурсность Но для другого мужчины это будет, что она вкусно готовит, что она хорошая хозяйка, что она, я не знаю, книжки читает, допустим Для другого это будет вот эта вот её ресурсность, то, что она ему там пятерых детей родит, и она будет такая мать-мать Да, это вообще нет Либо которая будет его там вот такая заботливая женщина а-ля женщина-мать, которая будет его там наделать и шапку Ну да, это заменяет ему маму, да Ну, то есть для каждого ведь вот это понятие внутреннего содержания будет разным Да Вот сейчас, подходя к этому вопросу, в чём твоё внутреннее содержание, допустим? Как вот мы сейчас расскажем об этом, чтобы сказать, что нет, Анжела не меркантильная вовсе Ну слушай, даже если сказать, что меркантильная, мне как бы... я не грущу от этого Если для кого-то меркантильность — это ездить на нормальном такси, есть вкусно, летать, путешествовать и получать какие-то подарки, дарить подарки Эта меркантильность пусть будет так Из-за денег я никогда не стану встречаться с мужчиной, какой... честно, мне даже предлагали Только не таксист Ну нет, я это имела в виду в плане того, что такой, знаешь, днём поработал, домой пришёл, пивка налил, полежал, утром пошёл на работу Вот такой мужчина точно мне не дойдёт, я его сожру сама, ну условно, либо я уйду, либо я его сожру А тогда чём он должен заниматься, например? Да, слушай, я прошла стадию творческих людей, спортсменов, не то чтобы я со всеми встречалась, то есть я ходила на свидания Я как-то такая, с музыкантами хочу ходить на свидания Нет, не стоит Было, это ужас А, всё, я поняла Это ужас Я такая потом, мне интересно со спортсменами познакомиться Так, это такой же ужас, только с другой стороны Я такая познакомилась, причём в три подряд, в лифте, причём за три дня Вот у меня вот всегда так работает, я что-то скажу, привет, добрый вечер Тоже, ну, мы просто там три свидания условно, я понимаю, что, ну нет Потом, сейчас как будто бы всё-таки я понимаю, что мне по складу ума подходят больше предприниматели Но они развивающиеся, у них там может быть какой-то Да, да, или это что-то рядом с топ-менеджерами, вот, потому что у меня там были отношения с парнем, который хорошие позиции имел, известно А если абьюзер? Нет, нет, я не знаю Ну, нарциссичный Слушай, я не знаю, сейчас так модно стало, бедные мужики, нарциссы, короче, их всех поделили, вообще просто Ну, женщин тоже? Ну, женщин, наверное, тоже, не знаю, но я столько вижу вот этого контента, типа, вот он нарцисс, вот он абьюзер Я там подруге рассказываю, говорю, мне вот парень подруга скажет, он нарцисс, абьюзер там, хуюзер Ну, мы же не можем идти от того, что, например, есть такая формулировка Вот, есть такая формулировка то, что, допустим, люди, которые идут в предпринимательство, они чаще всего имеют определённую там нарциссическую травму Мы будем вдвоём нарциссом Конечно, я там читала, что психологи говорят, мол, классные, крутые отношения, они не могут быть чувственными, да, там нет Они не могут начинаться с бабочек в животе Да, слушай, после последнего романа я с этим согласна У меня были такие бабочки в животе и, ну, как бы, не очень интересная история в итоге вышла А что там было? Да ничего, слушай, я же говорю, слова и действия были разные, но бабочки в животе были Но я рада, я прям была счастлива первый раз, очень долгое время почувствовала бабочки в животе И такая, вау, мне подруга говорит, Анжела, ты понимаешь, что ты живая? Говорю, да Вот за это я благодарна Он был развивающимся или... Да он был развивающимся, да Ну, то есть всё равно не подошёл, да? Ну, просто, да Я люблю... А, ну что... Кстати, есть список, что я люблю, да? Записывайте Я люблю решительность Я люблю действия, решительность Если ты говоришь, что давай сходим на свидание, пожалуйста, назначь день, время, место Вот я приду Раньше я не была такой Я раньше такая Я йогиня, я вообще этот, ну, пойдём, ну, погуляем Сейчас мне нужна чёткость Я не хочу тратить время Не хочу, мне не интересно А может быть, мужчина с другой стороны тоже сидит и ждёт от тебя решительности? Ну, типа, почему я только... А я в этом плане решительная, кстати Если мне человек понравился, я могу написать, я могу продолжить увидеться У меня ничего с узорным Я не принцесса, которая будет ждать Потому что... Знаешь, что мне в этом плане нравится? Потому что психологически зрелые мужчины Они не будут играть в игру Первая напишет, не первая напишет Она пишет для... Ой, она мне написала Значит, я ей понравился Не буду ей Ну, психологически зрелая женщина, наверное, точно так же, да? Ну да То есть она не будет ожидать действий от мужчины И, с другой стороны, если действий нет Она будет воспринимать это не как качели Или как... Ах, он меня отталкивает Значит, я буду бежать за ним ещё быстрее, да? То есть наоборот Да, да Понятно Я прям словила себя тоже на этом поведении Что мне прям... Ах ты! У меня прям... У меня очень такое эго Такое прям И у меня как с мужчинами Я такая Ах ты! То есть ты мне не ответил? Ага То есть ты меня теперь там а-ля... То есть ты за мной не бегаешь? И я отследила этот паттерн поведения И я прям начала себя осознанно устанавливать Если мне не нравится какое-то поведение у мужчины Я прям говорю чётко и понятно Слушай, я не понимаю, что происходит Или мне непонятно Или со мной так нельзя разговаривать Я там... Ну, все же знакомятся Так как я свободна Очень часто знакомятся парни И есть такие, типа... Давай покатаемся, малышка Чё? Я прям говорю, слушай, привет Я не малышка и... А почему нет? Блядь! Я тебя не знаю! У меня недавно была история Сейчас ты офигеешь В центре подходит парень Подъезжает парень Говорит, девушка, она такая красивая Я там на перекрёстке не успела остановиться Давайте познакомимся Говорю, давайте Он говорит, садись в машину Я говорю, я не сажусь в машину Говорю, что же мужчина? Он такой, ну чё ты? Он такой, знаешь, ладно, окей Начинаем дальше говорить Разговаривать Он говорит, а чё ты сейчас делаешь? Поехали покатаемся Попьём кофе Я говорю, я к друзьям Он такой, ну ты же можешь передвинуть друзей? Я говорю, не могу Я спланировала Он говорит, ну ладно, на 10 минут Подвинешь Я говорю, угу Он такой, ну смотри Я могу тебе сделать приятное А ты, типа, позже поедешь к друзьям Я говорю, что такое приятное? Он такой, что, тебе никогда не дарили подарков? Я говорю, дарили Он такой, ну смотри, я могу тебе что-нибудь подарить Материальное А вместо этого мы с тобой поближе пообщаемся Я говорю, что такое поближе пообщаемся? Он такой, ну там поцелуй, объять Я говорю, что? Ну это тоже пример функционального поведения То есть мужчина, который воспринимает женщину Как объект, с которым просто можно Я была в шоке Какую-то функцию получить с неё Я вообще никогда такого не встречала Ну, мне кажется, такие реалии жизни уже Ну хотя бы так Большинство мужчин вообще перестали подходить и знакомиться Ой, нет, кстати, вот у девушки говорят, что с ними не знакомятся Со мной почти каждый день знакомятся Честно Я прям выхожу там в лифте, в магазине Как ты эти знакомства используешь в дальнейшем? Ну чаще говорю, сейчас вообще мне не хочется ни с кем знакомиться особо Поэтому сейчас я больше отказываю Раньше я прям активно знакомилась Но понимала, что если там по энергии не подходит То дальше завожу это на нет А у тебя много мужчин, друзей? Нет, мало Как ты думаешь, вообще есть дружба между мужчин и женщин? Не знаю, слушай, у меня есть классный друг Ну как друг, нет У него появилась девушка, мы меньше начали общаться Больше не друг? Нет, мы просто меньше Прям каких-то таких крепких друзей Ну есть один, да И то сначала всё-таки у нас такие флюиды летали Потом мы поняли, что, ну нет, между нами ничего не может быть А как ты относишься к формулировке то, что дружба между мужчиной и женщиной Это отложенный секс? Либо несостоявшийся секс Ну он же может ещё состояться, если они дружат? Не факт, не факт Ну то есть если вы долго знакомы И вы уже хорошо знаете друг друга Если у вас там уже есть свои партнёры Нет Ну окей Ну то есть потенциально в любом случае Оно может случиться Слушай, наверное При всяких ситуациях Наверное Я не знаю Сейчас у меня прям У меня нет близких друзей мужчин Ну я думаю, что это Хотя нет, есть Иракли Да, у меня есть классный один друг Ну и то, потому что всё равно Сначала мы так просматривались друг к другу Да, нет, да, нет В итоге нет Ну то есть он на скамейке запасных Нет Я его очень люблю как друга И я там, знаешь, периодически его сватаю То это ты сказала, что тебя часто называют сильной женщиной В чём проявляется вот эта твоя сила? Как ты думаешь? Почему так тебя считывают? Наверное, потому что у меня есть на всё своё мнение Это вообще тоже с детства Меня мама всю жизнь называла адвокатом Мы с папой устраивали такие словесные баталии за столом Я всегда пыталась доказать своё мнение Но мне два раза, наверное, двое мужчин сказали знаковую фразу Что-то вот похожее Анжел, ты сейчас хочешь быть правой Или ты хочешь наладить отношения? И я тогда такая, стоп Так, стоп Ты же телец? Я телец Но и понимаешь, эта жёсткость в характере Какая-то, которая есть Она всё-таки у меня сформировалась Ну, из-за нелёгкого детства Из-за такого пути Потому что... А что вот можешь в нескольких фразах рассказать? В чём вот эта основная твоя концепция? В чём отличается твой стиль жизни От тех, кто живёт в лёгкости? Ну, во-первых, я очень жадная жить Вот прям я хватаюсь за всё, что можно Мне прям нравится жить Я прям кайфую Вот почти каждый день я ловлю себя на ощущение Чёрт возьми, это я, это моя жизнь, это моё тело Вот-вот-вот Я скоро умру Ну, скоро, а-ля, там, лет через шестьдесят, надеюсь Плюс я рано начала жить одна Ну, там получилось так, что у родителей... У нас в семье были определённые трагедии, события Из-за которого мне приходилось периодически жить с одной в детстве Ну, не в детстве, там, после двенадцати лет В семнадцать лет я уехала от родителей И я в семнадцать лет жила одна То есть ты рано повзрослела? Очень рано повзрослела И столько событий в жизни было, что мне кажется, что мне уже тяжело сломать Ну, хотя, кто знает И в этом плане у меня очень сильный характер У меня есть очень сильная внутренняя опора И я всегда могу на себя опереться Ну, вот всегда В двадцать третьем году я такие страшные события в жизни переживала Ну, я у себя была одна И я просто понимала, что вот я, блин, вот это вывезу Вообще всё вывезу Поэтому вот эта жёсткость характера Я её не так сильно показываю Но она всё равно чувствуется И это, конечно, мужчин немного пугает Потому что мне прям говорил там один из бывших Типа, ну, Анжела, ты же понимаешь, что ты сильная И с тобой постоянно приходится быть сильным А можешь ли ты сказать, что ты неудобная? Я очень неудобная Потому что я очень долго была удобной Я такую собаку на этом съела На мне можно было ездить Мне можно было говорить всё вообще Мне повезло, что у меня не было Каких-то таких абьюзивных отношений в жизни У меня никогда мужчина не кричал И меня не орал, не выкидывал из дома То есть никогда не было Какой-то агрессивной стороны Потому что я не позволяю Если человек на меня агрессирует Я просто собираю вещи и ухожу У меня в этой жизни больше никогда не будет Ты изначально была уже вот с этой внутренней опорой У меня всегда было, да Вот это, что меня нельзя обижать Ну вот смотри, получается, что да, ты сильная При этом ты транслируешь женственность Транслируешь мякость, сексуальность А это одно и другому не мешает Согласна Вот Но Как ты вообще по опыту видишь Мужчины при более близком общении с тобой Они Когда видят в тебе вот эту сильную личность Как они воспринимают тебя? Слушай, это надо, наверное, у мужчин спросить Я не знаю, как они воспринимают Да, мне говорили, что я классная Что я офигенная Что я сильная Мне приятно Что все мои бывшие говорили Что они меня проебали Ну, такой смоцонечка Такая Повысилась Не знаю Наверное, я понимаю Ну, мне мама говорит, что Ты чё, говорит, ты кого сейчас Ты тебе вообще тяжело Парня найти Потому что У меня есть У меня закрыты базовые потребности Во-первых, да Да Тебе Тебе не нужно искать мужчину Чтобы обеспечить себе быт Это раз Да, то есть мне не нужно Ну, понятно, что мне приятно Когда мужчина выплатит в ресторане Но я не буду искать мужчину Чтобы меня кормили Вот это вот, знаешь, а-ля Схожу-ка на свидание Бесплатно пожру Нет, я лучше одна поем В своей компании Чем с человеком С которым мне будет дискомфортно Чтобы там Да, у меня, кстати, тоже были такие истории Когда я ходила на свидание Там в переписке, например Мужчина предлагает Сходить там куда-нибудь Давай встретимся там На парковке Кофе попьём Я говорю Я не пью на парковке У меня было такое Только на заправке На заправке ещё, да Я говорю Я не пью кофе на парковке Отсюда следовал вопрос Типа Ну, ты меркантильная Ты что такое Я говорю Ну, если я сама Могу себя три раза в день Сводить в кафе или ресторан Неужели я пойду встречаться с мужчиной Который зовёт меня Пить кофе на парковке Ну, нет, это может быть для фана Я-то... Ну, понятно Короче, зависит от контекста Да, да Если... Я не хожу на такие свидания Да Ну, знаешь С одной стороны... Поэтому я сейчас одна Мальчики Мужчины Не мальчики Мужчины Мне кажется, они уже сейчас разбегутся Да нет, почему? Мы на самом деле очень глубокие И очень умные с тобой И классные Сама тебя не похвалишь Кто-то не похвалит Ну, то есть вообще На самом деле Ведь мужчины Ну, не хотят В большинстве своём Рядом Сильную женщину Которая имеет там Своё мнение Не хотят Нет То есть Потому что с ней сложно Потому что Если он, допустим Развивается Если он Достигает чего-то в карьере Туда у него уходит Очень много энергии То он хочет Как они Как мужчины Чаще всего говорят Я хочу Возвращаясь домой Приходить в место Где я расслабляюсь То есть Ему, по сути Там нужна Женщина Которая Обеспечит ему Вот это вот Спокойствие Но, допустим Если ты Должна получать Ну, что Что входит в это понимание Если ты развиваешься Если у тебя свой бизнес Если ты Ухаживаешь за собой То ты еще должна Вот этот комфорт Мужчине обеспечить дома Ну, условно Уборка Там Готовка Все Эмоциональные Поглаживания И прочее Там Его поддержать Но ты же тоже У тебя ресурс Небезграничный Ну, слушай Давай так Да, у меня был такой период Когда я прям Работала очень много Сейчас У меня все-таки Фокус немножко Не на этом Понятно, что я работаю И продолжаю работать Но вот этого Достигаторства Я хочу всем доказать Я такая умная красавица Я вообще могу много денег зарабатывать Да, это есть отчасти Но у меня сейчас этого сильно нет У меня не в этом фокусе У меня в фокусе Чтобы у меня все было Спокойно внутри Чтобы я жила полноценную Классную Нормальную жизнь Насыщенную жизнь И, слушай, в это мужчина Сто процентов Вписывается Но он подъезжает На машине Знакомится с тобой А ты ему говоришь Нет, я не сяду Ну, блин, это ненормально Потому что Не каждый мужчина Вписывается в эту картину Да, да И Короче, мужчина Вообще Мужчина, женщина Рядом Неважно, кто тут Партнеры Нужны друг другу Как мне кажется Чтобы усиливать друг друга Усиливать Не обязательно в деньгах А в целом Мне кажется, это очень сложно Может быть, сложно А я не хочу Я сама вижу Какой мир стал простой Из-за того, что сейчас Очень активные соцсети развиваются Кажется Есть тиндеры Там и прочее Есть иллюзия Что выбора много Вот сейчас она уйдет Найдется вторая Но это же иллюзия Это же неправда Потому что Если ты чувствуешь Другого человека Если ты понимаешь Что Мы же все равно все чувствуем Вот сейчас начнем Самое интересное Вот смотри Вот это твое мнение Я сейчас тебе Другую сторону скажу Я согласна с тем Что сейчас действительно Время, когда у нас Большой выбор И достаточно доступно Допустим, даже Выбор партнера То есть тот же тиндер Можно сходить на несколько свиданий И выбрать того Кто тебе больше подходит Раньше, например Вне вот этих соцсетей Вне сайтов знакомств Люди знакомились Как методом проб и ошибок Как методом проб и ошибок То есть чтобы Надо куда-то пойти Где-то познакомиться Чаще всего знакомства Складывались в близком кругу общения На работе там, на учёбе В компании друзей Это классно с одной стороны Тем, что Ты можешь чуть дольше За человеком понаблюдать Но с другой стороны У тебя выборка очень узкая Сейчас эта выборка Очень широкая И ты можешь выбирать Достаточно много и долго И возможно ты встречишь Действительно того Кто будет тебе по душе С кем у тебя там состояние сойдётся А раньше это всё равно Было немножко Про некий компромисс То есть Ну зато там Да, он сытся в кровать Да, но зато Как бы две ноги есть Ну да, типа Работает, но Ну пьёт, но ладно Сто работает Да-да-да-да-да Потому что выбора не было У меня, наверное, позиция такая Что я вот живу сама хорошо Но я прям кайфую От своей жизни И я хочу, чтобы с человеком Было так же кайфово А ещё лучше, ещё больше А как ты можешь заранее, например, понимать Что тебе на протяжении всей жизни С ним будет так же кайфово? Я не верю в то Я не верю, что браки заключаются На небесах Что любовь-то на всю жизнь Я не верю Потому что Я вообще очень положительно Отношусь к разводам К расставаниям Потому что Я поздравляю всех с разводом Потому что это значит Что на этом этапе жизни Людям стало Они не стали Стали не подходить друг к другу Это нормально Это всегда же трагические события Ну, то есть, когда люди расходятся Да, это тоже очень больно Но, к сожалению, жизнь такая штука Приходится ещё раз искать Вообще Ну, да, у меня вот такая позиция И Может быть, я поменяю своё мнение Когда встречу какого-то там человека И там будет любовь невероятная Я больше, знаешь, наверное, про что? Отношениям Чем больше С одной стороны Когда есть большой выбор То вроде кажется Что найти того самого легче Но с другой стороны Это иллюзия, да Это иллюзия Ну, да, смотри Я вот год хожу на свидание Ну, сейчас уже не хожу До этого Я прям активно ходила на свидание И в Европе И в Турции И в России Кстати По поводу твоих свиданий в Европе Расскажи Какие там мужчины? Такие же классные Вот, знаешь, есть иллюзия Типа, вот в Европе Мужчины делят счёт пополам Все дела Да нет Там такие же очень классные Очень добрые Очень красивые Мужчины Которые ухаживают Которые устраивают Красивые свидания Ну, просто у меня Как-то там ни с кем не получилось Ну, во-первых Я была короткое время Во-вторых Мне было интересно С кем-то это были не свидания Даже А просто встречи Поболтать Погулять Мне показывали город Мне водили Самые Прикольные Рестораны У меня нет такого Что вот мужчины Вот такие Очевидно Там В Европе У меня были более красивые свидания Скорее всего Потому что Контекст другой Потому что Европа там красиво Ну и потом Контекст другой Ещё в том плане Что ты там не жила А ты была там Да В путешествии Это немного другое В Казани тоже Были очень классные свидания Просто я понимала Что вот Ну нет Как бы Я же была влюблена Я же очень сильно любила Безумно любила человека Я прям могу сказать Что Вот 6 лет отношений Ну 4 года Я прям Сердечками в глазах ходила Я знаю Что такое А ты счастлива была тогда? А? Счастлива была? Я безумно была счастлива Ну просто потом Начались определенные проблемы Опять же Компромиссы эти бесконечные Ненавижу слово Компромисс Ну окей Может быть отношения Как раз таки Это работа Но я не смогла Я не смогла дальше Я просто проснулась Очередным утром И я поняла Что мои глаза Больше не горят Самое страшное Вообще для женщины Для мужчины Для человека Это проснуться И осознать Что ты молодая Красивая Все у тебя хорошо Но у тебя глаза Не горят Вообще И я такая Твою мать А вообще Ты веришь Что у тебя глаза Могут Гореть всю жизнь Да верю Потому что Это я генерирую Это горение Это я генерирую Это пожар Это то, что про тебя конкретно А если, например, это бы Глаза горят рядом с человеком С партнёром Они могут всегда Я не знаю Я не пробовала Но мне кажется, да Во-первых, семейную терапию Никто не отменял И если пары готовы Идти на семейную терапию То, возможно, да Я думаю, терапия Это тоже определённый компромисс Да, абсолютно Это должно быть Если Тут, понимаешь Два человека Должны Желать Сохранить отношения Если кто-то в отношениях Не желает То бесполезно Ты хоть к терапевту Уходи Хоть на йогу Ещё такой вопрос Как ты считаешь Вот есть такое мнение То, что в России Мужчины избалованы И немножко такие обнаглевшие Я согласна с этим К сожалению В чём это выражается? Ну, давай так В той же самой Европе В Турции Я когда ходила Там просто гуляла Без макияжа Просто Идёшь Вообще на каждом Могу ознакомиться Прям на каждом Там прям комплименты И вообще Ты себя чувствуешь Какой-то богиней красоты Хотя ты просто надела Шорты и шлёпки Условно А здесь Нет Здесь я также получаю Много комплиментов Там свиданий И прочих штук Но всё равно Ощущается Вот это вот Знаешь у нас какая история? Это моё наблюдение Если что Не обижайтесь Пожалуйста Чем красивее мужчина Чем А если он ещё и симпатичный Харизматичный Хорошо зарабатывает И он всё это знает У него такая корона На голове Что он такой Я вообще-то Завидный холостяк Я вообще-то Бабник Как правило Они все бабники Практически все Примерно про историю Про нарциссическую травму Да И вот это в России Сильно заметно Просто в Европе Красивых мужчин Намного больше Чем в России Но они без короны Они без короны Да Они там не избалованы Женщинами Может быть Да Они не избалованы А здесь у нас Ну мы сами даём Такое вот Типа Вот Выйти в ресторан Обязательно Супер там В наряде Выйти туда Это понятно Тут важно Если женщина Делает для себя У меня нет вопросов Если это делает Для кого-то Тут уже вопросики Плюс у нас Очень сильно Развита косметология Как нигде просто Очень сильно Развита сфера красоты То есть русские Женщины более красивые Я так не считаю Я считаю Что просто в России Невероятно сильно Развита косметология Невероятно сильно Развита индустрия Красоты На этом делаются Огромные бабки И мы очень сильно Ведёмся на эту тему Может быть А как это Ну как это связать С тем Что мужчины избалованы А потому что Мы все вот такие Все идеальные Уходим Мужчина такой Капец Ну типа Ценность потеряна Да Анжела не подошла А тут подойдёт Есть ещё такое Такое мнение То что Европейские мужчины Любят русских Славянских женщин Потому что Они более Терпимые То есть Они готовы Больше вынести И Они более Сговорчивые И они Лучше Хозяйки Ну слушай Если даже банально Исторически посмотреть Просто нас воспитывали Терпил Согласна Ну вот просто И в вагоне В воду зайдёт И бабки заработают И борщ приготовят Господи Я сейчас думаю Я раньше не понимала маму Я сейчас понимаю Она утром вставала Готовила всем завтрак Готовила пироги Там супы И всё что надо Потом шла на работу Приходила У нас был хозяйство Она убирала всё в хозяйстве Потом ещё готовила Стирала Все в субботу В воскресенье Я ненавижу стирать Вот мне нужен мужчина Который любит гладить И стирать У меня аллергия на это Я ненавижу А что там стирать В стиралку засунуть Я ненавижу Даже вот этого всё закладывать Потому что Всё детство Каждую субботу Или воскресенье Мы с мамой Стирали в этой барабанной штуке С девяти До шести вечера Сейчас появятся комментарии Что Если тебе так тяжело Засунуть бельё в стиралку Да какая ты вообще женщина Если тяжело Мужчине засунуть В свои трусы В стиралку Какой это мужчина Какая разница Парировали Вот И поэтому Да Терпил Просто Я очень Для меня Я сама по себе Странный человек Мне мама говорит Ты в кого такая пошла Они из меня воспитывали Девочку Припевочку Терпилу А-ля Которая с девяти до шести Будет работать на работе Родит пятерых детей Уже к тридцати годам Обязательно Будет замужем За мужчину Зарабатывает Тридцать тысяч рублей Ездить один раз в год В отпуск У меня получилось Всё вообще наоборот Ну Видимо Ещё Какие-то там Ну Инстаграмы Какие-то социальные Круг общения Возможно Который тебя Вот вытянуло Какие-то жизненные обстоятельства Наверное Вот ответ один Я очень рада Я очень рада узнала Что такое смерть И что Мы все умрём И поэтому Ты решила Брать жизнь В свои руки И у меня Вот да У меня страсть к жизни Просто невероятная Ну это классно Поэтому я мужчину не хочу Который просто Футболица будет Нафиг мне он не нужен Ну нафиг он мне нужен Серьёзно Я могу завести себе Кота Кота Да У меня подруга завела Собаку Она Не замужем И Она говорит Это было лучшее решение Ну не Я очень хочу Всё-таки Мужчину рядом Такого С которым Мне будет хорошо Просто хорошо И чтобы ему тоже было хорошо Ну Прикольно Что вообще думаешь Сама Какие можно Подвести Итоги Нашего разговора Не знаю Как ты вообще Вот если бы ты сейчас Ну сама послушала подкаст Какой бы ты Например Сделал бы вывод Вот Допустим Есть девушка Анжела Она успешна Она реализованная Она Красивая Сексуальная Такая Вся Но Не создаётся ли Ощущение Что Тебе настолько Себя Достаточно Что Как будто бы Нет места Рядом с тобой Мужчина Нет Абсолютно Не создаётся Потому что Я бы точно Могу сказать Что во мне Очень много Тепла Любви Поддержки Заботы Которые я Хочу Отдавать Это Другому человеку В том числе Потому что Мы Люди На самом деле Получаем Колоссальное удовольствие От отдавания От того Когда мы дарим Что-то другому Вот когда мы даже Ты даришь Любимой подруге Подарок Ты же кайфуешь От этого Ты когда Выбираешь Подарок Ты кайфуешь От этого Так же и с мужчиной Ты когда делаешь Для него что-то Приятное Ты сама Так сильно Любишь это Так сильно Ты наполняешься этим Что это Ещё больше Генерирует Тебе энергию И Давай Три красных флагов По ведению мужчины Которого ты точно Не выберешь Обещать И не сделать Всё Один Флаг один Один Первый флаг Второй Маменькины Сночки Просто В чём это выражается? Когда мама Становится женой А-ля Самый главный Человек в жизни Самый главный Человек в жизни Это всё Сразу до свидания Потому что Твоё место занято Ты никогда не будешь Не то чтобы главный Ты даже рядом Не будешь стоять С этим мужчиной Третье Ну Жмоты Ну логично И всё-таки Ты меркантильная Я Тоже В каких-то моментах Согласна С тобой То есть В большинстве моментов Я с тобой согласна Вот И Также считаю То что Нет ничего плохого Если Успешная И реализованная Женщина Ищет себе Партнёра Ну примерно Такого же уровня Потому что Если человек Партнёр будет Ниже её уровня То это будет Очень сложно В отношениях На самом деле Обоим Поэтому Когда Например Мужчины Которые Допустим Мене успешные Мене реализованные И они смотрят На женщину Более успешно Естественно Это задевает Их эго Они могут Написать Какие-то Плохие комментарии Но нужно Понимать То что Это не должно быть Что Если она вот такая Она плохая Нет Это Для каждого человека Должно быть Звоночком Значит Это я где-то Не доработал Да Так что Развивайтесь И всё будет Классно И женщина И мужчина Да И женщина И мужчина Спасибо большое Тебе было интересно? Да Очень интересно Я бы ещё 15 часов Разговаривала Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому